Добрый вечер! Это программа «Насправде» в прямом эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Телефон нашей студии 70-75-501. И я с огромным удовольствием представляю сегодняшнего гостя нашей студии Евгений Каплин, координатор гуманитарной миссии помощи мирному населению зоны военного конфликта. Здравствуйте, Евгений. Ну, я думаю, сразу, наверное, добавлю, что вы тот самый Евгений Каплин, который в кругах ЛНР известен больше как похититель, да, вот не волонтер, а похититель людей. Ну, смешно вроде звучит, хотя на самом деле ситуация достаточно грустная, если не сказать хуже. Я предлагаю вначале посмотреть небольшой сюжет, который напомнит нам о том, что произошло. Харьковский волонтер Евгений Каплин рассказывает, несколько дней они вели переговоры с украинской стороной, чтобы получить разрешение без пропусков вывести людей из Луганска. Речь шла о пенсионерах, женщинах с детьми и людях с ограниченными физическими возможностями. Все они нуждаются в медицинской помощи и добровольно согласились покинуть зону проведения АТО. Однако автобус, в котором выезжали 45 жителей Луганской области, в станице Луганской остановили террористы. «Обвиняли нас в том, что мы похищаем людей с территории ЛНР, хотя претензии непонятны, потому что эти люди добровольно хотели оттуда выехать. Они заявили мне в беседе, что если мы вывезем, они были возмущены фактом, что мы вывозим их будущее, их детей. Они сказали, что они на этих детей, на многодетные семьи получают гуманитарную помощь от России. Если мы вывезем от них всех детей, то им не будет приходить гуманитарная помощь». Только семь человек волонтерам удалось вывезти на легковых машинах. Посредником во время эвакуации была российская журналистка и волонтер Виктория Ивлева. Она рассказывает, казаки ЛНР четыре часа продержали ее на блокпосту. Проверяя документы, отобрали мобильный телефон, карту памяти фотокамеры, рабочие блокноты и эвакуационные списки. «Дорогой Василий Александрович Никитин, я не подходила к телефону исключительно потому, что телефон мой был украден казаком Донского, всевеликого войска Донского по имени Рустам, жителем станицы Луганская. Если он захочет вернуть ворованное, я буду очень признательна». Евгений Каплин рассказал, в террористической ЛНР против него открыли уголовное производство по статье «Похищение людей по законам боевиков». Ему грозит от 15 лет лишения свободы до расстрела. «Какая-то непонятная украинская организация по всей территории ЛНР собирает, вводит в заблуждение в первую очередь, обещает красивую и сладкую жизнь на той территории и, соответственно, помогает таким образом вывести их на ту территорию. Тратятся достаточно большие, насколько мы узнали, суммы денег для того, чтобы эти акции организовать. Люди собирают все последнее, продают, лишь бы только выехать. На самом деле выясняется о том, что никто их там не ждет, куда они едут». 45 пассажиров, задержанного автобуса под конвоем террориста, были возвращены в Луганск. В тот же день, по словам волонтеров, аналогичная ситуация сложилась в городе Счастье. Там не выпустили из зоны АТО автобус с больными одного из туберкулезных диспансеров. АТО автобус с больными туберкулезных диспансерами. Ну вот это то, что я, в общем-то, и говорил перед нашим сюжетом, что на самом деле при всей вроде бы комичности в каких-то моментах этой ситуации, ситуация на самом деле достаточно жуткая, потому что речь идет, в принципе, о людях, которым нужна помощь, и которые ее не получат в итоге. Давайте обо всем по порядку. Вы говорили о том, что было согласовано с нашими властями, о том, что будет эвакуировано какое-то количество людей из территории, которые там себя называют ЛНР. А с другой стороной такие разговоры, в принципе, вообще, вот как это все происходит обычно при такого рода операциях, то есть ведутся какие-то, не знаю, предупредительные, предварительные переговоры, заключается ли какой-то договор. Регулярных перевозок ведь нет, да, то есть понятно, что будут, наверное, останавливать, что-то надо будет рассказывать. Смотрите, ну, основные вопросы, которые возникали всегда при эвакуациях людей из зоны боевых действий, они действительно возникали с украинской стороной после введения пропускного режима. То есть мамочки, многодетные мамочки, там пенсионеры, инвалиды, которым по 90 лет, они не имеют физической возможности, не имеют материальной возможности отъехать до первого блокпоста, который анонсируется штабом СБУ для того, чтобы сдать туда документы. Аналогично мы видели случаи, когда, например, в блокпостах военных даже не знали о том, что они, как в принципе, должны собирать документы, там нет оборудованных каких-то специальных пунктов по приемам документов и так далее. То есть мы долго очень говорили об этой ситуации. В результате наших длительных переговоров со штабом АТО у нас была выработана такая схема для таких социально незащищенного контингента. Мы не имеем в виду мужчин, мы имеем в виду мамочек с детьми, мы имеем в виду инвалидов, людей преклонного возраста, детей, которым нужны срочные медицинские операции. Мы согласовали, что мы их будем возить по упрощенной схеме, по упрощенному коридору. В итоге чего мы за несколько дней штабу АТО подаем списки таких людей, которых мы предполагаем вывезти. Он нам согласовывает эти списки в течение 3-4-5 дней. И украинская сторона обеспечивает военное сопровождение, проводит через первые блокпосты, проверяет этих людей на нейтральной территории, скажем так, и потом проводит через первые блокпосты, дабы избежать каких-то недоразумений с добровольскими батальонами, такими неконтролируемыми группами с украинскими на стороне. Касательно страны ЛНР, ну как в принципе у них нет никакого пропускного режима или чего-то такого на их официальном уровне. Но блокпосты-то стоят все равно, а вот едет автобус. Блокпосты стоят, когда ходили рейсовые автобусы, всегда на этих блокпостах выпускали людей. Точно так же люди ходят из одного села в другое на работу с ЛНР-овской территорией на украинской, никто их не задерживает, никто их не останавливает. Да, действительно, сейчас перевозчики практически не работают с той стороны на украинскую сторону, они работают только по неконтролируемой территории, там внутри, внутри от одного города к другому. Фактически народ имеет несколько вариантов выездов, либо через территорию России, потом с заездом на территорию Харьковской области, при этом облагаются штрафами Госпогранслужбы Украины за то, что они незаконно пресекли границы, либо через волонтеров. На горячей линии кучи волонтерских организаций, в том числе и на правительственную горячую линию, звонят люди, которые просят вывезти их. Это инициатива оттуда? Потому что там говорили представители ЛНР, как раз, что вы там ищите кого-то, специально ищите людей. Весь список, если мы говорим об этих 63 человеках, которые планировали вывезти в эту эвакуацию, 45 человек, которые были задержаны, это люди, которые звонили нам, звонили на мой личный мобильный, звонили на нашу горячую линию в гуманитарной миссии помощи мирному населению, оставляли в интернете заявки, писали мне в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. Плюс звонили на другие волонтерские организации, Восток СОС, Донбасс СОС, станция Харьков, у них всех есть горячая линия. Просто кто-то звонил даже на правительственную горячую линию и дали мой номер телефона по вопросам выезда. Мы этих всех людей вывозим бесплатно. С 20 января с зоны боевых действий, с зоны открытых боевых действий нами было вывезено 300 человек, в том числе более 100 человек именно с неподконтрольной Украиной территории, с ЛНР. Остальные на тот момент с тех городов, где шли уличные бои в тот момент, Чернухино, Дебальцево и так далее, но фактически они сейчас тоже уже неподконтрольная территория. Эти люди, это добрая воля этих людей, они сами позвонили, они позвонили, нам попросили о помощи, ибо у них не за что выезжать и не на чем оттуда выезжать. То есть понятно, что все эти разговоры о том, что это стоило страшных денег, чтобы собрать и вам, я так понимаю, заплатить, это все ерунда, да? Нет, нам действительно это стоит страшных денег. Нам вот эта эвакуация, которая провалилась на том этапе, если мы говорим про 17 число, она обошлась более 20 тысяч гривен. Это наши личные деньги волонтеров, и это пожертвования добрых людей, которые нам помогают через социальные сети. С людей, которые выезжают, они не платят ни копейки за эвакуацию. Более того, вот в этом же сюжете, который мы видели, там дальше женщины, ну, в Ланеровском рупоре, так скажем, там женщины эти говорят о том, что их обещали вывезти бесплатно. А вот обещание, там тоже было, да, обещали сладкую жизнь вот здесь, да? Ну, сладкую жизнь и золотые горы, они имеют в виду, то есть мы этим людям обещали, что здесь предоставят им проживание, временное проживание в центрах переселенцев. По некоторым многодетным семьям у нас есть возможность размещать в пустующих домах на территории сельской местности, есть семьи, которые готовы принимать таких людей, есть волонтерские организации, которые готовы за свои деньги на первое время разместить этих людей, плюс они смогут оформить социальные выплаты и получить задолженности, которые у них существуют на данный момент у многодетных семей, там детских домов семейного типа и так далее, этих категорий, плюс им будет что кушать, их накормят и так далее. Ну, вот это вот ЛНР считает золотыми горами, в принципе, да. Ну, действительно, в том ужасе, в котором они сейчас живут, действительно, это можно назвать золотыми горами, потому что нам вот из этой задержанной партии мамочек, мамочки бежали от голода, и они нам звонили и говорили, что мы двое суток не кушаем, например, детей не кормим раз в сутки и так далее. Были среди этой группы задержанные случаи, которым нужны были срочные операции, медицинское лечение на территории Украины, потому что там невозможно, там маленькое количество персонала, нет абсолютно медицинских препаратов, там невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь. Вот такие вот острые случаи. Там совсем маленькие дети, насколько я помню, да? Там, начиная от трехмесячных детей, от трехмесячного ребенка вообще был уникальный случай, так как он родился уже там, и ему выдали вообще свидетельство о рождении гражданина ЛНР. С этим свидетельством ты не выйдешь ни через Российскую Федерацию, ни через Украину, потому что это не документ для того, чтобы выезд. Наш коридор позволял вывести этого ребенка, и на территории Украины даже военные готовы были помочь с восстановлением документов этому ребенку, то есть нормального украинского свидетельства о рождении. Но вот когда просочилась информация, то есть никаких переговоров, переговоры на низах, на уровне блокпоста, блокпостов ЛНРовских, у нас для этого заезжал либо я, либо наши другие переговорщики, вот Виктория Ивлева, Наталья, еще у нас есть группа переговорщиков, которая заезжала на ту сторону, и на уровне низов, скажем так, вот блокпостов ЛНРовских, мы страховали проезд этой группы, чтобы там не открыли огонь и так далее. На уровне верхов, вы знаете, у меня был прецедент, очень дурной прецедент, после которого я с верхами ЛНР не считал нужным согласовывать такие эвакуации, потому что я не вывожу каких-то людей, за которых отвечает государство. Мы один раз имели опыт переговоров с ЛНРовской стороной до самых верхов об эвакуации Славяно-Сербского психоневрологического интерната, который является государственным учреждением, это был раньше украинский интернат, Украина его не эвакуировала, Украина не вела переговоры по эвакуации, но ЛНР нам прямо заявила, что это наши граждане, то есть привезите нам все, у нас нет врачей, у нас нет еды, у нас нет медпрепаратов, все везите, граждан наших мы никуда не отдадим, при том, что этот интернат стоял в зоне открытых боевых действий, вот село Трехизбинка, с одной стороны подконтрольной Украиной территории, с другой стороны за Донцом, город Славяно-Сербск, это зона открытых боевых действий, в которой полгода шел конфликт, это там психически больные люди, которых не лечили, потому что нет медиков, нет препаратов и так далее. Мы завезли в этот Славяно-Сербский интернат в декабре полтоны памперсов для взрослых, для лежачих людей, но ЛНРовская сторона не дала возможности эвакуировать этих людей, заявив, что это их граждане, ну фактически это их собственность. А как это, ну, ну, знаю как бы эту... Как рядовые, вот, ну хорошо, верхи понятно, ладно, это их работа такая, да, обычные граждане, вот, вот, как это все, как это объясняется себе, что вот мы не дадим вывести детей, потому что на них, скажем, приходит гуманитарная помощь. А теперь, что касается, да, то есть, имея вот этот прецедент, мы отошли немножко от спецучреждений, которых они считают своими гражданами. И мы наивно считали, что, то есть, если взрослая мама, и у нее пять детей, которые голодают, и мама официальный родитель, это ее дети, она имеет все документы, свидетельство рождения на этих детей, и она хочет выехать сама с этими детьми на территорию Украины, и она обратилась к нам за помощью, и мы нашли где ее разместить, где лечить этих деток, как их накормить и так далее, нашли ресурсы на то, чтобы их бесплатно вывезти. Мы наивно думали, что, ну, это добрая воля человека, и зачем согласовывать такие операции? Причем тут обычная семья, это ж не государственные дети к, там, какому-то государству ЛНР. Какое от него может быть согласование? Ну, ходили рейсовые автобусы, люди ходят пешком, блокпосты их пропускают нормально. Мы занимались такими случаями, когда люди обращались нам самыми, и они имели всю правоспособность на этих детей, и это была их недобрая воля выезжать. И вот точно так же пенсионеры, инвалиды, хосписов, это не люди, не лишенные дееспособности. Это люди, которые в своем здравом рассудке и сами могут принимать за себя решение и имеют, как бы, хотя бы конституционное, вообще, уоновское базовое право на свободу передвижения и выбора места жительства. Но оказалось, оказалось не так все просто, потому что когда списки о том, что информация о том, что будет проводиться эвакуация, списки эвакуируемых людей попали в правительство ЛНР, благодаря организации ОБСЕ. То есть слили фактически, получается, да? Ну, фактически, можно сказать, и так. А они при этом присутствовали, наблюдали, как бы все в том, у них закончилось рабочее время, они уехали. В этот момент наш волонтер Виктория Ивлева сидела в плену на блокпосту, ее обыскали, у нее забрали списки на эвакуацию, у нее забрали мобильный телефон и так далее, ее не запустили на ту сторону, чтобы она могла сопроводить автобус. С той стороны выехал автобус за 300 метров до украинской территории, вот перехватило ЛНРовское КГБ, МГБ, оно называется, Министерство государственной безопасности. По сути, это бывший Беркут, который там работает. Они заставили некоторых пассажиров от автобуса выключить мобильные телефоны мамочек, чтобы они не смогли звонить, сказали. Мамочки спрашивали, куда их везут, они сказали, что автобус арестован, сказали, что это военная тайна. Почему? И конвоировали их в здание Луганской областной администрации. Там их ждали съемочные группы ЛНР вместе с вот этими депутатами. За день до эвакуации, когда эти списки просочились на уровень правительства ЛНР, мне поступило несколько звонков от депутатов ЛНР, ну людей, которые называются депутатами ЛНР, они были возмущены, что мы вывозим их будущее, их республики, их детей. Я пытался объяснить, что это речь идет не о сиротах, не о государственных детях, что это семьи с родителями, которые просто захотели. И нам не важно, каких политических взглядов эти семьи абсолютно. Мы вывозили как семьи с одной политической ориентацией, так и с другой. Мы просто вывозили людей, которые мы ни разу никогда у людей не спрашивали за кого-то, за белых или за красных. Просто, ну если беда у человека, если человек просит о помощи, мы не вывозили там персонально в Львовскую область или куда-то, мы вывозили туда просто из зоны боевых действий у человека. Дальше он сам принимал решение, куда ехал. Были половине случаев у людей, были родственники здесь на территории Украины, к которым они хотели выехать, но не могли просто выехать из-за сложности из пропускной системы и из-за нехватки денег. Другую половину у кого не было, мы предлагали варианты. Есть вот в Харькове, есть в Одессе, есть в Киеве, есть в Виннице, есть в Николаеве и в других областях. Там вот есть переселенческие центры, вот там вот дом есть для многодетной семьи. Они сами выбирали. Дальше мы покупали билет, либо заказывали через службу МЧС, и они ехали туда и там принимали их, кормили и давали временное проживание бесплатно. Я могу вам сказать, что по каждому из 300 вывезенных человек, 297 на сегодняшний момент, мы можем отчитаться, где эти люди находятся. И они не хотят пока обратно ехать, потому что тут как бы немножко лучше. Вчера и сегодня, вот если мы говорим о этой блестящей спецоперации ЛНР, да, вот я еще зацитирую сегодняшнюю подачу новостей в крымских некоторых средствах массовой информации и в социальной сети ВКонтакте, так называемых группах Новороссии, вот сегодня уже другая версия, почему задержаны эти люди. В ЛНР присвечена попытка похищения детей в рабство. Сотрудники МГБ ЛНР привели спецоперацию в предвращении попытки тайного вывоза женщин с детьми из республики Тра-Та-Та. Этих людей везли в рабство. Преступники спланировали отобрать у них документы и заставить участвовать в незаконном попрошайническом бизнесе и проституции. Также у нас есть предположение, что детские органы могли пойти на трансплантацию. Ну такой как бы... То же такое вообще ад какой-то просто. Абсолютный бред, абсолютной глупости из такой раздутой ситуации. Я вам скажу более того, вот они хвастаются о том, что они смогли такую блестящую операцию героическую провести по перехвату 45 мам с детьми. Более того, этот автобус, который ехал с мамами, он должен был забрать со станицы Луганска, в которой мы в тот момент находились, полтонны детского питания для многодетных мам Волчевск, в Краснодон, для детского дома семейного типа в Перевальск, и для семьи еще одной в Перевальск, и для нескольких семей из многодетных в Луганск, которые голодали в тот момент. И так как автобус заблокировали, соответственно, гуманитарную помощь мы привезли назад в Харьков, эти полтонны детского питания, которое было куплено за наши деньги. Так вот, если говорить о этой блестящей операции, я вам могу сказать, что на сегодняшний день я уже могу об этом говорить, мы провели тоже блестящую операцию из этих 45 детей, 45 женщин с детьми несчастных, которые были заблокированы, стариков на выезде из Луганска. Мы на данный момент 28 человек, которые все-таки захотели ехать и были заблокированы, мы вывезли на украинскую землю. Я 15 минут назад встретил три семьи, которые приехали оттуда. Одна из них размещена в Харькове, в пересередческом центре. И две семьи мы только что отправили на Запорожье, завтра их встретят в Запорожье и поселят там. Еще семь, это многодетные семьи, по четыре, по пять деток у мам. Еще семь людей пожилого возраста, инвалидов были отправлены на поезде в Киев, они уже в городе Киев, и будут поселены там точно так же своим куратором, это представители хосписа Алчевского, будут поселены там в пересередческом центре на новом месте проживания, уже на мирной земле и смогут получить пособие. Это замечательная новость, это, наверное, единственный логический финал вообще всей этой истории. Хотя, с Вашего позволения, все-таки еще одну минуту хотел бы спросить в отношении Вашей личной судью, потому что я так понимаю, что обвинения там все-таки есть. И вам появляться там, на территории ЛНР, ну, теперь как минимум небезопасно. Так вот, что дальше? Как будет работать миссия? И возможно ли, в принципе, продолжение этой деятельности? Миссия будет обязательно работать. Миссия уже работает 9 месяцев, за которые 40 тонн гуманитарной помощи было отвезено. Больше 5,5 тысяч семей накормлено. Только за последние два месяца 300 человек было вывезено. Это острый случай, кто, если не мы, миссия будет работать и на подконтрольной, и не подконтрольной территории, как бы этого ни хотелось. Подонкам из некоторых структур, которые называют себя министрами ЛНР, миссия будет работать. Без их согласования, возможно, без моего прямого участия на той территории в дистанционном режиме. Но у нас осталась ресурсная база, у нас остались структуры, там у нас осталась куча волонтеров, там у нас остались механизмы, на которые мы можем оттуда забирать детей. У нас остались там свои договоренности на низовом уровне. И довозить туда гуманитарную помощь, и контролировать раздачу и выдачу. Евгений, спасибо вам большое, что сегодня были нашим гостям. Спасибо за ту работу, которую вы делаете. Храни вас Господь. Спасибо. Спасибо, что смотрели вас на сегодня. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова